Современный мир Загрязнение окружающей среды и плохое здравоохранение Проблема за проблемой Мы все знаем о них Мы готовы часами обсуждать эти проблемы Так почему мы все еще не нашли выход? Почему? Все потому, что в нас есть сила Вы не представляете, какая сила есть внутри вас Вы наверняка сейчас не осознаете, не слышите и не видите Но она в вас есть Эта сила способна изменить всю вашу жизнь Изменить ее до неузнаваемости Эта сила способна ежедневно делать вас тупым Ежедневно делать вас слабым, бедным Ежедневно делать вас хуже Вы думали, я буду рассказывать о силе веры в себя? Нет Я расскажу о силе вашего алиби Да, вы меня правильно поняли Алиби Я специально употребил это модное голливудское слово, чтобы вы меня чаще вспоминали В данном контексте Алиби это повод Придвок Отмазка Оправдание или отговорка Которая заставляет вас делать то, что не нужно И наоборот Заставляет вас не делать то, что нужно Если мы все хорошенько задумаемся То поймем Что Взялись за очередное Пустое и бесполезное дело А действительно важное отбросили Например, мы хотим прочитать бизнес-книгу Чтобы стать умнее и богаче Но мы этого не сделаем Почему? Потому что у нас есть объективная причина этого не делать Какая? Да неважно какая Мы ведь с вами мастера алиби Мы придумаем сотни Тысячи причин Лишь бы не делать то, чего не хотим Василий Почему ты не создашь свой бизнес? Ты бы мог хорошо зарабатывать Оплатить операцию своим сыном Он был бы счастлив И тут Василий резко меняется в лице У него ведь есть алиби Он достает его и начинает Ты сам дурак Не понимаешь ничего Я не могу создать бизнес так, как И тут начинается Родители не дали мне достаточного образования Я не закончил Гарвард У меня нет знаний У меня нет миллиона долларов У меня нет инвесторов У меня нет того У меня нет всего Мне тупо лень И человек говорит об этом С таким вдохновением С такой гордостью Мы часто говорим О патриотизме О любви к родине В чем заключается эта любовь Если мы не будем менять ситуацию Не будем двигать свою родину вперед Этого не сделать просто обсуждением проблем Нужно решать проблему Этот вопрос, от которого я пишу уже долгое время Как донеси для людей то, что их действия важны А бездействия губительны Как? Я понял Я долго думал и понял Людям не интересно убирать салфановые пакеты Бумажный мусор Им плевать на голодающих в Африке Им все равно на глобальное потепление и изменение климата Им в первую очередь нужны деньги Деньги Какие прекрасные ассоциации у нас вызывает это слово? Экономика Банки Экономичные банки Бизнесы Да, бизнесы Именно люди, которые занимаются бизнесом Зарабатывают огромные деньги Эти молодые люди с Лоу-стрит В пиджаках, в гаустуках Знающие, что такое демпинг, стагнация и прочая хрень Они зарабатывают больше, чем любой из вас в этом зале И им тоже плевать на всех Им плевать на всех, вся и все Бизнес — это зло Чего? Знаете, чего я ждал, жду и буду ждать? Что один из вас, как он, встань и скажет мне Чувак, вот ты реально не прав, ты реально ошибаешься, потому что так и есть Не всем людям все равно И бизнес в целом нельзя назвать злом Но как все-таки бизнес может решить наши проблемы, социальные проблемы? Как бизнес может сделать бедного человека богатым, обеспечить всех едой, водой, изменить климат? Как? Когда речь заходит о социальных проблемах, все вспоминают волонтеров От таких сверхлюдей, которые занимаются благотворительностью Волонтеры в зале, давайте встань Не бойтесь, просто встаньте, не поднимите руку, встаньте Все вспоминают благотворительные фонды Некоммерческие организации, которые поддерживают государство Эти организации работают с огромным усердием Их поддерживает все больше и больше людей Огромные инвестиции, сделанные в наше будущее Они знают, как решить проблему И идут к этому Да, так они нам говорят Я сам был волонтером, я знаю, о чем говорю Когда раз мы сделали пожертвование в благотворительный фонд На сумму 1 миллион тенге И знаете что? Ничего не изменилось Мы собирали вещи и отправляли их в малообеспеченные семьи Но проблема осталась Мы общались с людьми с психическими отклонениями Но они изменили их жизнь Так, чем мы занимались? Мы занимались благотворительностью Так, если Так все же, как решить эту проблему? Как сделать всех людей богатыми? А их спичить их едой? Сделать их счастливыми? Как? Ответ очевиден Бизнес Потому что Есть суровая реальность Жестокая правда С которой мы должны смириться Чтобы решить любую проблему Нужны ресурсы Неважно какие Нужны ресурсы А в нашем мире ресурсы покупаются за деньги Как создаются ресурсы в обществе? Где их взять и как их использовать? Давайте подумаем Вот вы же интеллектуалы Скажите, где мне взять ресурсы? Вот вы все сказали Инвесторы Казмонайкаст И Общая черта этого всего Это все бизнес Все ресурсы создаются в бизнесе Получается Как бизнес создает ресурсы? Бизнес создает ресурсы Когда с выгодой Уживотворяет потребности Получается Я Возьму эту бумагу Переработаю ее И продам Я получу прибыль Решу проблему Не так ли? Да, это так Если честно Я сейчас забыл текст Я не знаю, что я говорю Но вы слушайте меня Потому что я ее знал Или поздно вспомню Отлично Ну а теперь я вы к сути Есть социальная проблема Есть предпринимательство Если мы обидим эти два понятия Бум Появится Новое понятие Появится на свет Родится социальное предпринимательство Социальное предпринимательство Это не боготворительность Давайте я вам приду Я приведу вам пример Некая компания Поставляет экологически чистые товары Из деревни прямо в город Заметьте Такая компания Решает сразу три проблемы Они Обеспечивают работы Маленькие хозяйства Которые находятся где-то На окраине нашей страны Позволяют им выжить Во-вторых Они обеспечивают нас Городских жителей Которые хотят быть здоровыми Экологически чистыми товарами Они обеспечивают людей работы Но заметьте Они не занимаются Боготворительностью Они зарабатывают на это И знаете Чем больше зарабатывает бизнес А бизнес зарабатывает На разнице между ценой и стоимостью Тем больше людей он может сделать счастливыми Десять людей Сто Миллион Сто миллионов Миллиардов людей Могут стать счастливыми Благодаря одному предприятию Я могу вам рассказать О истории Матери Которая шьет одежду для инвалидов О миллионере Который поднялся На переработке мусора Но зачем нам все это знать Если этого никогда не было И не будет в Казахстане Я расскажу вам пример Единственный пример Который я знаю О социальном предприятии в Казахстане И он родился не так далеко от нас Как мы думаем Я и скажу Что он появился среди нас Или будет Потому что я этого не знаю Он родился В двухсот метрах от нас Да Именно в Назарбаев университете Этот человек Его зовут Имин Аскеров И сегодня утром Я позвонил ему У меня появилось Безумное желание Пригласить его сюда Вывести его Сказать что он сделал Чтобы он сам рассказал вам Что он сделал Но к сожалению Он был очень занят Так как он социальный предприниматель Социальный предприниматель Это большая ответственность Ты заботишься не только о себе Но и обо всех людях Во всем мире Эмин Эмин Человек О котором я рассказываю Если кто-то не понял Занялся социальным предпринимательством Он организовал компанию Компания называется Квентал Они делают продукты Из деревьев Но суть этой компании в том Что там работают люди С ограниченными возможностями Он мог нанять любого из вас Но он нанял именно Социально уязвимое Свое население Потому что он думал Он думал о будущем своей страны И если после этого всего Ни один из вас Сидящих в этом зале В данном случае Я не обращаюсь к учителям А к ученикам Так как я считаю Что мы есть будущее Я не списываю вас со счетов Я знаю, что вы понимаете Это не хуже меня Я пытаюсь донести до людей С которыми я вижу вас каждый день Сижу за один столом И обучаюсь одним и тем же предметам Я хочу сказать вам Что если ни один из вас После этого вступления Не задумается Как он может Решить социальную проблему Заработать Плюс двинуть нашу страну вперед То это все было зря Вы слушали меня На протяжении 10 минут Вы провели эти 10 минут Пустую Слушая пустые речи От пустых людей При этом переваривая Свои пустые мысли Докажите, что я не прав Докажите мне Что я ошибаюсь Что вы реально можете это сделать Берегите себя И свое время Ловите момент Спасибо Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Рекльяем АПЛОДИСМЕНТЫ